приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео продолжаем говорить про новую британскую ветку средних танков колесных вот мы уже дошли до восьмерки в 601 саладин называется этот танчик как переводится или что означает саладин я не понял единственно что мне приходит на ум это aladdin причем тут aladdin я не знаю это единственное слово которое мне всплывает в голове когда я вижу этот саладин но вначале по традиции покажу трех победителей по 500 золота из youtube и вк видео а если вы играете на рубай регионе то тоже можете принять участие в розыше золота пишите комментарии в конце никнейм также не забывайте ставить сердечки лайки и подписываться поскольку это танчик находится на восьмом уровне и там же находится прям танк который относится к этой ветке поскольку он тоже британский колесный средний вышел прямо перед этой веткой как раз под нее там столько же членов экипажа идеально он подходит под эту ветку я на нем поиграл экипажик прокачал неизбежно сравнение двух этих танков конечно же за деньги кажется сразу все лучше но на самом деле если сравнить два этих танка то только два параметра лучше первый параметр это альфа 360 упрем танка лучше чем у прокачиваемого прокачиваемого 250 также обзор еще на 10 метров лучше 380 упрем танка 370 у прокачиваемого танка а вот все остальные параметры хуже по крайней мере те которые я заметил прям уж каждую циферку я там не вымерял с линейкой вокруг танков не бел хп одинаково дпм у прокачиваемого танка чуть-чуть лучше 1875 против прям танка 1770 также пробитие базовым снарядом лучше 221 пробитие специальным снарядом тоже лучше 255 до пробития не намного лучше но все же лучше точность одинаковая 033 сведение немножко лучше 1 и 9 также лучше у нас еще и удельная мощность 2386 также еще заметно лучше маскировка у прокачиваемого танка 13 с хвостиком у прем танка и у прокачиваемого 16 с хвостиком в стоковом состоянии на 3 процента маскировка лучше у прокачиваемого танка да и по размерам он поменьше будет вот получается что нельзя сказать что прем танк лучше да в позиционных боях где мы просто меряемся своей альфой на прем танке легче набить урон поскольку там альфа большая и за счет этого ты набиваешь урон но когда нужно там на дпм и что-то настрелять когда нужно выживать прятаться там в кустах за счет маскировки и так далее прокачиваемый танк будет получше поначалу мне тоже показалось что прим танк лучше когда просто ты стоишь стреляешь но когда наигрываешь больше боев то приходишь к выводу что во многих параметрах прокачиваемый танчик смотрится получше он намного меньше у него лучше маскировка в стоковом состоянии перезарядка 8 секунд если повесить еще до паек розовый досылатель розовую вентиляцию получится 6 и 3 перезарядка чаще всего большинству врагов у меня получалось стрелять два раза им в ответ пока они стрельнули один раз но это еще смотря какие враги просто против цикличных танков у нас быстрая перезарядка в то же время как на прим танки джессор 1010 фб перезарядка базовая 12 и 2 и там на дпм и не по перестреливаешься там именно играешь от альфы разок стрельнул и отдыхаешь здесь же ты играешь от скорострельности от дпм а от альфы играть всегда легче но в некоторых ситуациях когда враги подставляются долго и мы из-под тяжка им настреливаем тот дпм приоритетнее конечно и здесь он немножко лучше тем более за счет того что альфа меньше мы намного чаще стреляем можем кого-то подержать на катке я не пытаюсь сказать что прокачиваемый танк супер имба мега крутой мега классный танк я считаю что этот танк нормальный проходной танчик в балансе ничего плохого я в нем не вижу поначалу когда я только сел на него мне показалось что он гораздо слабее чем прим танк это первое впечатление она вот такое получилось но поиграв на танки побольше разобравшись что к чему я понял что он не такой уж плохой есть люди которым он понравился есть люди которым он не зашел я считаю что это танчик просто нормальный в балансе проходной танк кому понравится может его ставить кому не понравится может проходить дальше по ветке на мой взгляд получился вполне себе добротный танчик тем более это не какой-то там выдуманный для любителей историзма в сорок шестом году начали думать о том чтобы такой бронеавтомобиль сделать очень долго аж 12 лет мучились мучились и аж в 1958 году начали их делать этот броневик производили до 72 года чаще всего делали саладин мк-2 вторую модификацию всего их выпустили 1177 экземпляров то есть это очень массовый такой бронеавтомобиль интересно будут ли еще реальные бронеавтомобили в этой ветке у меня есть подозрение что на восьмом уровне все наверное закончится но это не точно в следующих видео разберемся подробнее что касаемо оборудования здесь все точно так же как и на прошлых танках этой ветки досылатель вентиляцию я считаю что нужно сто процентов ставить а третье оборудование это уже на свой вкус либо у м п либо стабилизатор либо просветленка либо малошумка смотря что вы хотите можно сделать две сборки можно конечно же в некоторых сборках поменять вентиляцию на просветленку плюс малошумку в некоторых сборках поставить досылатель омп вентиляцию смотря еще какая карта вам попадется полевую модернизацию вы видите на экране здесь все то же самое часть полевых модернизации нам не интересно поскольку она для этого танка ничего полезного не дает но вот улучшить маскировку и если вам не хватает точности то еще и точность это вполне себе ок но еще хочется сказать про внешний вид этого танка наш aladdin такой бывалый жизнь повидал если посмотреть на его башню и корпус то видно что она не симметричная перекошенная такое все такой aladdin видавший виды так сказать жизнь прожил поначалу конечно был этот танчик непонятен но когда ближе с ним познакомишься понимаешь что не такой он наш и плохой и даже я когда первый раз на него сел что-то как-то непонятно было но ко всему нужно привыкнуть все нужно понять научиться сразу топ статистами никто не становится еще забыл сказать что у этого танка и у прокачиваемого и упрем танка увн и 8 градусов но на прокачиваемом танке эти 8 градусов ощущаются лучше поскольку танчик поменьше и не такой громоздкий на больших танках и увн надо больше чтобы пушка опустилась поскольку они огромные и играя через рельеф 8 градусов не всегда хватает в то же время как на маленьких танках может и 8 хватить по броне у нашего саладина все очень плохо в основном танк по кругу примерно 30 миллиметров броня фугасы нас пробивает абсолютно любые и мы должны бояться любовь фугасный танк точно также играем как танк поддержки со второй линии настреливаем дпмом своим но и боимся выстрелов от арты стараемся не светиться часто в одном и том же месте поскольку если там арта стрельны сплэшем все колеса лопнут а ремки нет это все это конец но и врываться куда-то агрессивно активно особенно на скорострельные танки тоже все может закончиться очень печально танк очень сильно критуется также как и вся ветка поэтому лучше не получать люлей а играть в стиле крыса читер из кустов как танк поддержки наша задача со второй линии обстреливать врагов своей хорошей пушкой в принципе пока что геймплей по всей ветке плюс-минус одинаковый но с девятого уровня уже кое-что поменяется в сторону прим танка поскольку прим танка больше геймплей про альфу а не про дпм то немножечко манера игры меняется вот такой вот танчик fv601 саладин пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока удачного дня